И всем привет, ребята! Вот это наша новая серия по интро-рояль. Ну что, давненько у нас не было выживаний голым соло. Да и тут сразу еще и непростое. А с М416 стальной фронт, поэтому я думаю, отыграть должны более чем достойно. Ну а вами желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас уже почти 76 тысяч человек, за что вам просто огромное спасибо. Ну и также бонусом в описании вы всегда можете найти все ссылки на поддержку канала. Ну а мы начинаем. Погнали! Не надо шутить с войной, блядь. А на самом деле надо. Магазин Метромаркет. Опачки. А вот сразу и первый паренечек. Готов. И вот что значит, одевать нормальный бронежилет, но не одевать вообще никакую каску. Просто одна тычка в голову и все, и парень готов. Ладно. И такое бывает. Видимо, у парнишки совсем иначе нет ресурса. А с него только один нет, жетончик выпал. Хотя лично я вообще не понимаю, как можно вот так зайти в бой. Когда у тебя нет ни медицины, ни патронов, ни подстволочек, вообще ничего. А если же он и что-то убрал в сейф, то все равно. Особо много туда точно не запихаешь. Да нет. Так хорошо беспалевно бежал и на тебе. Бот просто фиг пойми, с какого расстояния сквозь дом начинает на тебе агриться. Мне вот интересно, у других игреков такие же ситуации бывают. Или же я один такой фартовый. Который постоянно вот в что-то подобное попадает. И просто на равном месте палится. Ладно уж. Надеюсь, хотя бы поблизости никого не будет. Погнали. Как-то прям уж максимально подозрительно и странно, что ли. Уже больше пяти минут бегаю по центру карты. И хоть бы кто-нибудь где-нибудь бы появился. Хотя те же самые ящики уже давным-давно залутаны. Хотя. А там походу на школе кто-то есть. Не, ну точно. Сглушители работают. И причем даже текстурка на карте еле-еле отображается. А вот, кстати, походу и паренечек. Готов. И как вот после таких моментов не любить М416? У нее ж вообще отдачи нету. А по урону я бы не сказал, что она настолько сильно слабее всех других оружий. В принципе, дай на 2-3 больше попадания. И все, и вот тебе тот же самый урон, который ты можешь выдать на МКХе. Сколько раз я встречал пареньков, которые играют со всякими, я не знаю, там, с карельками, аугами и М416. И их даже на МКХе крайне тяжело перестрелять. Мне кажется, в принципе, здесь вообще любое оружие максимально классное. Главное просто уметь правильно с ним играть. Даже те же самые дробовики. Особенно вблизи. 2-3 тычки, все, любой откисает. О, сковородочка. И патроны, которые мне вообще, по сути, нафиг не нужны. Хотя, на МКХ я бы не сказал, что много патронов осталось. Я так понимаю, придется сейчас мучиться и как-то босса забирать с мутанта. Чтобы хотя бы как-то сэкономить патроны. Да не, еще и с дробовиков. Ну, капец. Что-то мне подсказывает, что я тут сейчас прям очень надолго зависну. И как назло, нигде поблизости нету ботов, которые с берилом. Сейчас бы берил выбил и максимально быстро бы забрал его. Ну да. Мало того, что патроны зеленые, так еще и урон максимально маленький. Что? Это бот подо мной бегает или парень? Что-то я прям аж не понял даже. Хотя нет. Если бы это был парень, он бы уже намного шумнее зашел в здание. Видимо, это тот самый бот, который вокруг школы гоняет. Эм, что? Там кто-то ботов заагрил. О, в здание смотрит. Походу, парнишка-то в здании спрятался. Блин, хоть бы он сейчас вылез и прямиком пошел на школу. Пробовать меня забрать. А тут нате, максимально просто было бы сейчас по нему зажаться. Ладно, тогда немножко подожду и при удобном моменте постараюсь его забрать. Погнали. Капец. Целую вечность тут лежал и ждал, пока он спалится. И хоть бы раз он вылез. Еще, блин, с этим пофер. Ладно же забрать его теперь. Лишь чем туда идти. Готов. Наконец-то. Не прошло и года. А, даже так. Всего лишь третий сет. Блин, я хотел бы как минимум на четвертый сетик рассчитывал. Этот на тебе. Просто третий комплект брони. Ладно. Теперь надо как-то пробовать того парнячка забрать. Потому что, насколько я понял, он там еще и кого-то приложить успел. Пока я этот способ мучился. Погнали. Только вот, походу, парнячик-то уже свалил отсюда. Иначе он бы меня забрал, пока я к нему подбегал сюда. А тут тишина. Ну да. А вот, походу, и труп того самого парня, которого он здесь приложить успел. И причем он его даже не лутал. Я так понимаю, тут, походу, капец какой заряженный парень был. Либо же без рюкзака. Обычно даже такие патроны подбирают все. А тут, на тебе, все на месте лежит. Что? Он босса забирать пошел? Готов. Нормальненько. Капец. Я сейчас, конечно, всего ожидал. Ну и правда думал, что он пошел на временного босса. А тут на тебе. Он пошел покупного забирать. О, а вот, кстати, и нормальное оружие под 7,62. Только я вот понимаю, походу, дело придется оставить здесь СКС. Все-таки даже синяя МКХ, ну чисто по моему мнению, принесет куда больше пользы, чем фиолетовая СКС. С нее, как минимум, можно боссиков забирать. Все равно на МКХ уже патроны почти кончились. И ее я, пожалуй, лучше оставлю для людей, а не для боссов. Вот, 100%. А то, как обычно, сейчас кто-нибудь где-нибудь вылезет, и все. И чем я их убивать буду? Ну вот. Вот это уже другое дело. Теперь можно и боссика немного поагрить. А потом как раз еще и на временного пойти. О, и причем сразу же меня заметил. Ну давай. Что он там? С гранатами заболололся? Да. Правда, отдача такая себе. Это все же лучше, чем кулаками его забивать. Готов. И еще и, кстати, розовый. Вот это я понимаю, Лутецкий с босса. Ну все. Теперь можно спокойно уже и на людей рыпаться. Теперь-то есть броня. И причем сразу пятая. Блин. Может быть тогда и до рожка добежать чекнуть в магазин? Может, глядишь, там и еще один покупной босс будет. Все-таки около школы у меня не посчастливилось зачекать магазин. И у меня такое ощущение, что он именно со школы пришел. Походу дело, я пропустил тот момент, когда успели забрать первого временного босса. Ну ладно. Теперь тогда точно ворожок. Другого варианта-то у меня не остается. Другого варианта-то у меня не остается. Патроны оставил. Я бы сейчас с этой МКХи, с ее-то отдачей, ну вот сто процентов бы мимо зажал. Прям как чувствовал, что надо патроны оставить. Не, ну как он меня заметил с такого расстояния? Я прям аж в шоке немного. Еще и через чащу деревьев, грубо говоря. О, и еще одна МКХа. Блин, сыпет, но сыпет совсем не то, что мне надо. Вот лучше бы так фиолетовое МКХи сыпало, чем вот эти синие. Не, ну все. Получается, теперь-то мы уже неплохо так приоделись. И как раз еще и второй временной босс выпал. Ровно в том месте, где у меня выход. Я думаю, прям идеальное совпадение. Погнали. Как раз сейчас можно будет забрать его, и потом сразу на выход пойти. Но все равно флайера нету. А выходы все здесь. А возвращаться к центру карты, чтобы потом бежать, как угорелый. Не факт, что ты успеешь, но как-то не очень охота. Особенно сейчас. И кстати, А8-5-5-3-5. Не, его явно надо забирать. Как угорелый брюкзака. Эм. Он поджег стену? Нет. Все-таки он капец странный. Всегда поражался? Логике боссов, которые с пулеметом. Взял просто поджог, фиг пойми что. Оп. Готов. Не, ну неплохо. Все-таки не зря я на него пошел. Как минимум пятый рюкзачок можно будет сейчас спокойненько забрать. И даже еще и четвертый сет. Который, кстати, весь у меня поместился. Один фиг. Столько лишних патронов. Во. Вот так даже лучше будет. Под конец тобой я уж не думаю, что по кому-то стрелять-то здесь буду. И как раз рюкзачок влез. А, тут еще и письменные открыты. Ну все тогда. Получается только к выходу? В принципе, я больше не знаю, что в этом бою еще поделать. Погнали. Ну что, ребят. До точки сохранения остаются уже буквально прям считанные метры. И это означает лишь одно. Что, к сожалению, на данной серии на этом моменте и будет заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписчику на канал. Чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Пока. Ну и также бонусом в описании вы всегда можете найти все ссылки на поддержку канала. Пока.